Всемирный день туризма Нам очень интересно, потому что у вас достаточно много мероприятий в этот день проходило. Вот расскажите, что было. Ну, Всемирный день туризма в Карачао-Черкесии, да, мы праздновали первый раз. Вот, решили, скажем так, поделиться своим опытом за последние пять лет, что было сделано. Хотели показать людям, чего мы достигли. Министерство туризма, курортов, молодежной политики Карачао-Черкесской республики. Естественно, во главе с министром Анзором Надеевичем Иркеновым. Вот, за что, конечно, огромное спасибо ему. И я думаю, что наша цель, в принципе, была достигнута в этот день. Мы донесли людям, что такой вообще туризм, хотя мне кажется, что немногие даже жители нашей республики, наверное, понимают, что у нас внутренний туризм очень развит. Учитывая тот факт, что туристический поток в прошлом году за 2018 год, я хочу это, в принципе, озвучить, достиг 1 350 000 человек. Вот, и никто, это много. То есть это говорит о том, что люди едут, они едут на самом деле с разных уголков мира. В этом году, я насколько понимаю, планируется цифра еще больше. Да, цифра планируется еще больше. По прогнозам, вообще планируется 1 500 000. Да. И я думаю, что так и будет на самом деле, потому что действительно у нас наш продукт, внутренний туристический продукт, это наша природа. Вот, и природа действительно у нас очень красивая, и люди едут посмотреть, подышать воздухом, просто попробовать даже, скажем так, национальный продукт, колорит. В общем, насытиться всем тем, что есть у нас в республике. Нарзита, ну а какие мероприятия проходили? Потому что мы, к сожалению, с Алиной не успели побывать, а очень интересно, что же было такого. Я так понимаю, в Черкесске, в парке «Зеленый остров» было все равно. Да, в Черкесске. Какие площадки были представлены, допустим? Ну, вообще, с самого утра у нас были соревнования по спортивному ориентированию в этот день. Ух ты ж! А кто участвовал? Ну, участвовали, в принципе, разные возрастные категории. Там у нас было 5 групп. В общем, от 14 до бесконечности, скажем так. Могли участвовать все, кто, в принципе, в состоянии соревноваться. Все желающие, да? Все желающие абсолютно. Разные возрастные категории. Ну, в основном у нас были дети, наверное, скажем так, в принципе, от 14 до 30 лет. Ага, дети. Мне очень нравится, что это за 30 лет детьми вы говорите. Дети, прекрасно. Откажите, пожалуйста, как у нас люди ориентируются на местности по итогу? Ну, по итогу я хочу вам сказать, что как раз-таки, наверное, от 14 до 18 лет лучше ориентируются, чем люди постарше. Мне кажется, достаточно очевидно это. Да, ну да, в принципе. Они моложе просто. Они моложе, да. Ну, как будто у тех опыт побольше нет. Но не в спортивном ориентировании. Да, не в спортивном ориентировании, потому что там им выдавали карты, и вот по карте они должны были пройти поэтапно, в общем, каждое соревнование поэтапное у них было. Помимо спортивного ориентирования были ведь какие-то другие мероприятия? Да, помимо спортивного ориентирования у нас был фестиваль туристской песни на Дамбайе, бардовской песни. Это фестиваль, вообще это ежегодный фестиваль. Фестиваль проводит Ростуризм. Вот. Мы оказывали содействие, естественно. И вообще обычно этот фестиваль проводили на Дамбайе, но в этом году в рамках Всемирного дня туризма мы решили приурочить к этому дню и провести на Зелёном острове. Да вы что? То есть здесь всё это проходило? Да, это всё проходило. Здесь пригласили, естественно, там были жюри, заслуженные артисты Российской Федерации, продюсеры, гости из Москвы. И участниками были люди с СКФО, в принципе, из соседних регионов приезжали люди, с Кабардино-Балкарии девушка получила первое место. Да. Они представляли свою песню. Вот некоторые даже были и композиторами, и стихи писали, и продюсеры. В общем, они представляли свой продукт, скажем так, на таком масштабном уровне. И я думаю, что это очень хороший фестиваль, это стартовое начало для любого человека, творческого человека в том числе, я так предполагаю. Он может заявить о себе, о своих способностях, что, ну, вдруг кому-то повезёт. А что проходило у нас в амфитеатре? Ну, после фестиваля, конечно, «Туристская песня на Донбайе» было торжественное мероприятие, уже конкретно посвящённое Всемирному дню туризма. С участием председателя правительства Карачаевской республики Аслана Анатольевича Озова, других гостей соседних регионов были заместитель министра туризма Ингушетии, также заместитель министра туризма Кабардино-Балкарии. А плюс ко всему ещё мы решили, в общем-то, к Всемирному дню туризма приурочить к перекрёстному году Кабардино-Балкарии, Карачао-Черкесии. Ну, в общем, мне кажется, всё получилось очень хорошо. Назида, скажите, пожалуйста, а почему решили именно в этом году праздновать День туризма? Насколько я понимаю, не первый год существует этот праздник? Ну да, не первый год существует этот праздник. Просто со дня основания Министерства туризма, курортов и молодёжной политики, в принципе, уже прошло пять лет. Это как бы маленький юбилей. Вот и Анзор Назирович захотел, конечно, поделиться своей работой, своими достижениями, достижениями нашей команды, чего мы добились за все эти пять лет и решили провести... То есть такой маленький повод рассказать о себе, да? Да, маленький повод рассказать о себе и впервые провести этот праздник. А с какого года вообще празднуется Всемирный день туризма? Вообще Всемирный день туризма празднуется с 79-го года. Вот. И, скажем так, этот праздник... Вообще, я считаю, этот праздник ничем не отличается, допустим, от других профессиональных праздников. Конечно. Так вот, день медработника, как отмечают, да? Потому что туризм — это такое направление, я считаю, направление, где приоритетным... Одним из приоритетных направлений — это улучшить экономику страны, вот, улучшить бюджет республики, поделиться тем, что есть у нас сегодня с другими странами, когда другие люди могут приехать к нам в республику, посетить наши курорты и посмотреть, что у нас есть, что-то от нас забрать, что-то свое оставить. Ну, как бы вот с такой целью мы решили провести такой праздник. Нарзита, у нас есть добрая, замечательная традиция, когда гости, которые приходят к нам в студию, желают чего-нибудь доброго всем тем, кто нас сегодня смотрит. Давайте присоединитесь к ней. Я хочу пожелать всем хорошего дня. Скажем так, Карачаево-Черкесская республика наша славится прекрасными природными ресурсами, условиями. Хочу попросить, скажем так, жителей нашей республики, берегите нашу природу. Она действительно у нас уникальна, потому что мы здесь живем, мы привыкли. Многие вещи, может, мы не замечаем, но она действительно прекрасна. Многие приезжают к нам ради того, чтобы посмотреть на нашу природу. Давайте беречь ее и стремиться к лучшему. Спасибо большое, очень теплые слова. Я надеюсь, что наши телезрители вас услышат. Спасибо большое. Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем эфир.